Бюджет страны на 2014 год. Бюджет достаточно сложный и, на мой взгляд, бюджет, обсуждение которого было горячим и в первом чтении, и будет не менее горячим во втором чтении. Если первое чтение, оно концептуальное, то второе чтение – это желание депутатов решить очень конкретные проблемы или в отрасли, или регионах. В ходе рассмотрения во втором чтении вносится, как правило, огромное количество поправок. Общие оценки того бюджета, который мы приняли в первом чтении. Надо сказать, что за этот бюджет, кроме фракции Единой России, не голосовал никто из депутатов, ну, кроме тех, кто проголосовал ошибочно. Несколько человек из фракции КПРФ, как они потом объявили, проголосовали за этот бюджет ошибочно. Почему я лично голосовал за этот бюджет? Ну, во-первых, не первый год нахожусь во власти, и на региональном уровне работала, и на муниципальном, и вот уже достаточно большое количество лет работаю на федеральном уровне. Бюджет страны – это основополагающий документ, отсутствие которого нарушает порядок, и непринятие которого делает невозможной жизнь достаточно большого, я бы сказал, огромного количества людей и организаций. Поэтому принятие бюджета вовремя и в срок является обычной нормой, обычной процедурой любого нормально организованного государства. При рассмотрении бюджета в Думе многие отсылали к событиям, которые проходили в Соединенных Штатах Америки, в связи с тем, что не был принят вовремя бюджет. И кризис, который развивался, и потери, которые принесла экономика страны, в данном случае США, они обсчитываются в десятки миллиардов рублей. А мы себе такую роскошь позволить не сможем. Есть несколько вещей, которые, на мой взгляд, важно отметить, которые были учтены при рассмотрении этого бюджета. Во-первых, первое обстоятельство. Как бы мы ни крутили, как бы мы ни вертели, мы делим то, что страна заработала или заработает в 2014 году. У нас других денег нет. Если мы имеем желание залезть в большие долговые обязательства, тогда мы можем позволить себе другой бюджет. Что касается бюджета федерального, так же, как и регионального, я нередко предлагаю тем, кто хочет понять, что такое бюджет, вернуться в историю нашей страны. Ну, например, посмотреть там словарь «Бургазу» и «Фрон». Там четко обозначается, что бюджет выполняет первые или главные три функции. Лечить, учить и накормить тех, кто не может себе заработать. Есть и другие функции, да, развивать экономику, сельскохозяйство, промышленность и так далее. Но, во-первых, три полномочия. Это учить, лечить и накормить тех, кто не может себе заработать. Вот это то, что мы называем социальными обязательствами, в бюджете 2014 года в полном объеме учтено. Ни одно социальное обязательство, которое было принято государством в 2012 году, в 2013 году, в 2014 не откидывается. Все исполняются и абсолютное большинство из них индексируется. Индексируется пособие на детей, индексируется стипендия, индексируется стипендия для тех ребят первых, вторых курсов, которые испытывают сложности. У них другая стипендия, она равна прожиточному минимуму и так далее. То есть основные социальные пособия индексируются. Мало того, что от них не отказываются, но еще и индексируются. То же самое с пенсионным обеспечением, которое в нашей стране существует. Оно не уменьшается, государство не отказывается от обязательств, которые были. И все обязательства индексируются как минимум на уровень инфляционного роста. На мой взгляд, вот в этой части бюджет концептуально надо было бы поддержать. Есть вещи, которые мы понимаем, что они опасны, содержат риски. Это уменьшение на некие направления нашей жизни. Причем, если взять самую близкую ко мне отрасль образования, то да, есть некое уменьшение. Но с чем оно связано? Мы в прошлом году 50 миллиардов рублей выделяли на строительство детских садов. Это полномочия региона. И мы это полномочия региона дополнительно подкрепили из федерального бюджета. Мы в прошлом году 40 миллиардов рублей выделяли на модернизацию схемы общего образования. У нас был трехлетний проект. Он заканчивается в 2013 году. Я говорю в прошлом, это значит в 2013. Значит, и мы таким образом 90 миллиардов рублей выделяли дополнительно для региональных бюджетов. И сегодня этих денег в бюджете федеральном нет. И поэтому, естественно, нам говорят, а вот вы видите, уменьшились. Ну да, уменьшились. Просто проекты эти были рассчитаны вот на такой период. Модернизация образования 120 миллиардов рублей. Все 120 копейков в копейку в регионы поступили. Что касается 2014 года, то мы продолжаем работу с правительством о финансировании очень важного, на наш взгляд, проекта. Это строительство детских садов. Мы не обозначили пока сумму наших предложений окончательно. Максимальная сумма, которую мы хотели бы видеть, это 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов рублей на детские сады, на мой взгляд, позволяет закрыть очередь для детей от 3 до 7 лет, но в большинстве регионов Российской Федерации. Останутся единицы, где эта очередь не будет закрыта. Сегодня, вот сейчас только идет встреча в Москве представителей нашей партии с представителем правительства. Я думаю, что мы эту сумму обозначим. Есть некоторые проекты, менее звучные, но не менее важные для нас. И мы на них тоже не получили пока в бюджете ответа на вопрос, сколько денег. Ну, например, строительство бассейнов в вузах Российской Федерации. В прошлом году мы имели на это миллиард 300, в этом году не имеем ни копейки, но у меня есть ощущение, что мы будем иметь деньги в не меньшем объеме. И мы продолжим этот проект, в результате которого в Рязани дострают второй бассейн в Рязанском медицинском университете. И бог даст, мы в декабрю или там крайний срок январь-февраль бассейн будем иметь, и он будет запущен. Плохо, что мы не можем начать бассейн в Рязанском государственном университете. Нет проекта, нет предложений. Можно было бы жестко отлоббировать интересы рязанских вузов и построить еще и третий бассейн, что само по себе, конечно, исключение, потому что бассейн мы пока строим всего-навсего в 40 регионах, а чтобы по два это исключение, а три мы пока еще нигде не построили. Что касается других законопроектов, поэтому законопроект по бюджету, второе чтение будет жестким, и не только жестким со стороны оппозиции, но и со стороны нашей фракции. Есть несколько вещей, которые мы заявили, и на которых мы настаиваем. Я надеюсь, что большинство из этих вещей будет отражено в виде поправок и принято уже во втором чтении в бюджете. Продолжение следует...